МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Скоро новоселье, когда в Комсомольском районе откроется детский сад. Театр без границ. Как сыграть спектакль вместе со зрителями? Проскакал по городу олень. Что стало с диким животным, замеченным в Чубаксарах? Сегодня в Доме правительства подвели предварительные итоги основного этапа итоговой аттестации. В Республике единый государственный экзамен в этом году сдавали более 6 тысяч человек. Немало выпускников получили высшие баллы по физике, химии, биологии и информатике. Пока о ней известно немного. Сейчас Ольга Васильева находится в Москве, подает документы в УЗы. В ее портфолио красный аттестат, золотая медаль и 300 баллов по итогам ЕГЭ. В этом году таких результатов добились только 30 выпускников по всей стране. Количество стобальных работ по Республике выросло. 64 выпускника школ Республики и один выпускник прошлого года получили на ЕГЭ 100 баллов. То есть всего 71 стобальный результат. Из них 4 человека получили 100 баллов сразу по двум предметам. В 2018 году число выпускников, получивших 100 баллов, составляло 43 человека. Как и в предыдущие годы, наиболее востребованными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали это общество знамя, физика, биология и химия. То есть результат становится лучше. Но тем не менее есть над чем поработать нашим образовательным учреждением в новом учебном году, для того, чтобы эти результаты еще улучшили. Михаил Игнатьев отметил, что в регионе успешно реализуется программа развития математического образования. Это отразилось и на высоких результатах экзаменов. Глава региона сделал упоры на предстоящих нововведениях. С 2022 года ЕГЭ по иностранным языкам станет обязательным. Для ребят, которым до экзаменов еще далеко, началась вторая смена в летних лагерях. На сегодняшний день в загородных лагерях по вторую смену заехало 4722 ребенка. Заполняется составляло 99%. Первую смену составляло 97%. И, к сожалению, все родители, которые заявляют в электронной очереди на предметки, они до конца эти предметки, к сожалению, не реализуют. В этом году у нас планет 16 профильных смен. Такие интересные профильные смены были проведены, как юнармия, афлета, смена российского движения школьников. Глава региона отметил, что на первый план выходит безопасность отдыха. Ребята должны быть защищены от инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций. Все лагеря оборудованы системами видеонаблюдения. Продукты, поступающие в пищеблоке, проходят тотальную проверку. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. Заготовка кормов в республике идет опережающими темпами. Это по сравнению с прошлым годом. К скашиванию многолетних трав в 2019-м приступили 17 мая раньше, чем обычно. По данным администрации муниципальных районов, сельхозорганизаций и крупных КПХ, на 1 июля скошено 66,5% всей укосной площади. При этом в Ярчевском и Ибресенском районах, которые являются лидерами по укосным площадям, площадь старшего не превышает республиканский показатель. Необходимо здесь увеличить темпы работ Яринскому, Красноармейскому, Чебоксарскому и Аликовскому районам. Где при сравнении на больших укосных площадях темпы роста оставят по среднему республике. Сенаж заготавливают в 19 районах республики. Почти половина, 43% уже есть. Здесь лидируют Ярчевский, Чебоксарский и Вурнарский районы. Сено готовят во всех районах Чувашии. На 1 июля план выполнен на 51%. Это 51 тысяча тонн сена. Дождь, прошедший выходные, по всей республике работы приостановил. Зато снял ранее поднимавшийся вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации из-за засухи. В селе Урмаево Комсомольского района скоро откроется новый детский сад на 110 мест. В селе он появился благодаря национальному проекту «Демография». Дети здесь будут принимать с ясельного возраста. Ход строительства оценил глава республики Михаил Игнатьев. Этот детский сад в самом центре села Урмаево жители ждали с нетерпением. И это вполне объяснимо. Ведь старый не мог принять всех желающих. Мы прям тут живем близко. Нам было бы хорошо очень. Туда далеко. На машине надо на чем-то добираться. Когда мороз, дождик шухает. У меня еще маленькая есть дочка. Еще меньшая. Вот они вдвоем. Если сюда пойдут, хорошо было бы. Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 6 групп. Две ясельные и четыре дошкольные. Основные работы завершены. Остались отделка здания и благоустройство территории. На объект ушло более 90 миллионов рублей. Сдать должны к середине июля. Давайте сголодим. Все на совесть, чтобы потом ничего не отваливалось. Как говорят? Все от вас зависит. С открытием детского сада очередь исчезнет, говорят местные власти. Мы полностью, практически до года снимаем очередность в Комсомске районе. И все дети, которые проживают в село Румаева, в село Такаева, где более трех тысяч населения проживает, они все будут везти здесь сюда. Строительство этого детского сада идет в рамках национального проекта «Демография». Вся государственная политика Российской Федерации направлена на улучшение благосостояния семьи, на улучшение благосостояния жителей, на улучшение благосостояния наших детей. Потому что они, воспитываясь в этих условиях, будут современными, талантливыми, целеустремленными. И энергия будет направлена только на добрые дела. Средняя общеобразовательная школа в селе Румаева открыла свои двери еще в 1974 году. Сейчас здесь идет капитальный ремонт. На первом этапе заменили окна, обновили электроснабжение, вместо деревянных полов уложили керамическую плитку. Работы еще продолжаются. В этом году у нас основном по проекту идет отопление, полностью замена отопительной системы, потом вентиляция полностью и общестроительная работа, кабинеты, замена полов, потом запасные выходы. На капитальный ремонт в этом году будет направлено почти 8 миллионов рублей. Работы ведутся с обережением сроков, заверило руководство школы. 1 сентября почти 400 ребят встретят в обновленной школе. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Чебоксарцы, которые добирались сегодня на работу на общественном транспорте, могли заметить некоторые изменения в его работе. На ряд маршрутов вместо небольших машин вышли новые автобусы. Транспорт средней вместимости теперь перевозят горожан по маршруту номер 33. Большие автобусы вышли на маршрут номер 44 и другие. Маршрут номер 35, связывающий северо-западный и новоюжный районы с центральной частью города, начал обслуживаться транспортными средствами большого класса марки Волгобас. С сегодняшнего дня 11 на сегодняшний день Волгобасов вышли в рейс и 3 МАЗа. К сожалению, 4 автобуса не успели зарегистрировать в субботу. Регистрация пройдет во вторник с утра и после обеда данные автобусы выйдут в рейс. То есть все 15 автобусов будут ходить. Те неудобства, которые будут возникать во время замены автобусов малого класса на средний большой, мы будем контролировать, будем улучшать качество обслуживания. Но определенные сбои в период замены транспорта могут происходить. Всего после транспортной реформы по 26 маршрутам горожан будут перевозить 155 больших и средних автобусов и еще 130 маршруток. Аукционы для перевозчиков продолжаются. Лето – это сезон капитального ремонта. По плану в этом году в Чебоксарах должны отремонтировать больше сотни многоэтажек. По городу Чебоксар на 2019 год запланировано проведение капитального ремонта в 119 многоквартирных домах, где проживает почти 19 тысяч человек. Самые популярные виды работ – это ремонт кровли, система отопления, водоснабжения и канализации, смена электропроводки. На сегодняшний день работы начались в 57 домах. Отдельный вопрос – замена старых лифтов. По состоянию на 1 января 2020 года 1138 лифтов не будут соответствовать требованиям безопасности. 122 лифта включены в программу 2020 года. То есть на 2020 год 122 до лифта стоит? Да, стоит. В настоящее время мы прорабатываем вопросы и с обслуживающими организациями, и с управляющими компаниями по планированию дополнительных работ именно по ремонту лифтов. Есть несколько вариантов решения этих вопросов. Если не заняться этим вопросом сейчас, уже в следующем году в городе по требованиям безопасности могут отключить около 500 лифтов. Сегодня сотрудникам Чуваш Автотранса начали выплачивать заработную плату. На погашение задолженности с июля по декабрь 2018 года направят около 60 миллионов рублей из резервного фонда Кабмина. Такие данные на заседании в Доме правительства озвучил министр транспорта республики. На указанную сумму в соответствии с 19 миллионов 278 и 9 тысяч рублей это принято как самоисполнение. Задолженность составляла 876 человек. По перечень, не имея задолженность за период августа-декабря 2018 года 78 человек. Работникам Чуваш Автотранса имеют задолженность за июль-декабрь 2017 года в настоящее время переведены денежные средства в сумме 62 миллиона 27 и 60 тысяч рублей. В совместном с конкурсом управлением. Проблема с задолженностью по заработной плате обостряться не должна. Глава региона потребовала оперативно реагировать на тревожные сигналы от работников. Вы проводите комиссии свои по недоимщикам, по другим вопросам. Примерно юридические лица предпринимателей, они тоже известны, которые создают. За бездействие и за халатность их надо привлекать к ответственности. Обычно в режиме управлять этими процессами. И когда конкурсных управляющих там суд назначает, вмешиваться как третьим лицам. И отстаивать интересы для всего работников. Комсомольский район республики отметил свое 80-летие. День рождения района объединили с праздником песни, труда и спорта «Агатуй». К этому празднику жители района готовились тщательно. Отметить два события в один день – непростая задача. Главное, чтобы было интересно всем. Одна из традиционных площадок объединила мастеров народных промыслов. Здесь же на глазах рождался очередной шедевр. На главной сцене отметили передовиков производства, вручив им государственные, муниципальные и отраслевые награды. Семья Гомсомольского района, она очень щедрая, люди очень открытые, искренние и очень трудолюбивые. Низкий вам всем поклон. В числе награжденных представители известны на всю страну фирмы. Ну, предприятие занимается в основном картофелем. Это вот семенной картофель, продовольственный картофель. 750 гектаров ежегодно выращивается. Семенным восемь плотно занимается предприятие. Сейчас вот идет размножение через лабораторию. И я дальше готов уже так же трудиться на благо сельскохозяйства. Не остался без внимания и лучший пахарь района. Я с детства работаю со своими людьми, работаю я с детства. И сейчас работаю, мне 75 лет, я ищусь за работу, пригодируем по ходу фирмы в Хватерский район. Комсомольский район был создан 22 февраля 1939 года. 80 лет активно развивался. За это время он объединил почти 60 населенных пунктов и 12 сельских поселений. Среди населения преобладают чуваши, татары, но живут и русские. Прошлое района тесно связано с его настоящим. В этом году выделят более 60 миллионов рублей на улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов. В одном из сел построят модульный ФАП. Продолжится газоснабжение индивидуальных жилых домов. Лилия Камальдинова приехала на праздник из столицы. Мы даже не знали, что это такой молодой район. Он оказывается чуть только старше наших родителей. Мы тут уже попробовали шикарную сладкую вату, мы попробовали шашлычки. Я вообще-то родилась в Ибрисском районе, вышла сюда замуж. Но очень нравится этот район мне. Я вообще люблю этот район. Я обратно туда и в Ибрисск не хочу. Молочный завод сейчас развивался, очень хорошо там работает. И строительство очень хорошее у нас. Красиво тут, нам понравилось. Очень красиво уж. Мы в Урмаеве живем, в Камсамовском районе. Здесь мы каждый раз приезжаем, нормально, дружно живем. У нас разницы нет, татары русские. Всем удачи, с праздником. Заимно. Привет, чувачья. Гири, армспорт, мини-футбол, дартс, вольная борьба. В этих соревнованиях тоже определились лучшие. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Театр без границ. Постановку без четвертой стены, отделяющую актеров от зрителей, сегодня показали в Национальной библиотеке. В спектакле по мотивам чувашских сказок «Тайна волшебного сундука» принимали участие и профессиональные актеры Тюза, и ребята, которые пришли на премьеру. В фильме «Кинг-Конг» обезьяна себя гнет по груди. Давайте. Хоть и не съемки блокбастера, но задача не менее важная. Они готовятся участвовать в спектакле. Сегодня все зрители, актеры, разминают голос, ставят мимику, пластику, распределяют роли и раздают реквизит. И только после сказка начинается. Жили-были в старину два приятеля. Волшебный сундук решается открыть главная героиня Сарпиге. И без злого умысла, а только с благими намерениями. Хотя, как и бывает в сказке, добром это не оборачивается. В самые напряженные моменты нарастает волнение. Вновь налетел сильный вихрь! Когда был ветер, и когда был дождь, когда появлялся волшебник, вот тогда он слой был, и тогда нужно было греметь. Когда зрители вокруг актеров могут с ними разговаривать и помогать, им рождается общее творчество. Сказка-спектакль так и задумана в стиле иммерсивного театра, без границы между сценой и залом. У нас в спектакле это происходит. То есть погружение ребят, они становятся даже главными героями. Они выходят во время нашего представления, во время нашего спектакля. Они участвуют в наших некоторых обрядах. Они создают атмосферу. Они помогают главному герою победить злобного волшебника. То есть они погружены в этот спектакль. Все повествование пронизано национальным колоритом. От имен и костюмов главных героев Сарпиге и Вудчула до вышивки, в которой секрет спасения. То и дело звучит чувашская речь. А свадьбу решили сыграть осенью. В тергуне после уборки урожая. Спектакль основан на чувашских сказках. И дочи мне хочется, чтобы она тоже приобщалась к чувашской культуре. Мы живем в Петербурге уже, как бы, 20-й год я там живу. И дочь хочу, чтобы тоже, как бы, видела национальную культуру. Мою родину историческую. Чтобы видела, допустим, национальные костюмы. Дважды спектакль показывали для особенных зрителей. В Национальной библиотеке состоялся третий благотворительный показ. Всего их будет 10. Организуют благодаря гранту, который выиграла некоммерческая организация «Начало». И, пожалуй, это тот случай, когда стоит занять место поближе к сцене. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов. Республика. На соревнования пожарных и спасателей сегодня в столицу республики приехали спортсмены из 11 регионов страны. Торжественное открытие состоится 2 июля. И сразу же начнутся состязания. Первая дисциплина – полоса препятствий. В программе подъем по штурмовой лестнице, пожарные эстафеты и боевое развертывание. Состязание пожарных и спасателей пройдет в Чебоксарах на стадионе Олимпийский со 2 по 5 июля. В турнире примут участие команды из регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Судьям предстоит определить тех, кто отправится на международные старты по пожарно-спасательному спорту. Они пройдут осенью в Саратове. Россия впервые станет площадкой для проведения международных соревнований по этому виду спорта. На территории Чебоксарского яхт-клуба из Волги достали затонувшую яхту. Золотая красавица провела под водой три дня. Яхту доставали медленно. Специалисты опасались, что не выдержат тросы. Для этого вызвали специальную технику – плавучий кран. По словам родственницы хозяев яхты, судно ушло в воду в пятницу на прошлой неделе. Хозяева яхты, сестра и ее муж, они были в Греции с семьей. Оставили капитана, чтобы он приглядывал. Здесь ведется хороший контроль. Здесь есть охрана, сотрудники, центр города. Престиж, в конце концов. Никто из этих людей просто не выполнил свои прямые обязанности. У меня много вопросов. Не позвонив хозяевам, не позвонив в экстренные службы, не обратившись в МЧС. Что и говорить, случай нетипичный. Нам сообщили, когда она уже начала уходить под воду. По камерам, когда смотрели уже наши мужчины, там хорошо видно было, что с четырех ночи, с четырех утра и до 11.30 она была на воде. Яхта почти три сезона, без нареканий. Она была в идеальном состоянии. То есть там отлично работало все управление, вся начинка. То есть, ну все, она стальная. Почему судно оказалось под водой, и кто виноват, предстоит выяснить специалистам. Хозяева яхты намерены ее восстановить. Сегодня утром в Чубаксарах Московский проспект перебежала некая парнокопытная животная. Оно попало в кадр видеорегистратора автомобиля, который ехал в районе республиканской больницы. На кадрах видно, как животному чудесным образом удается перебежать оживленный проспект целым и невредимым. Затем животное видели уже в районе наркологического диспансера и улицы Спиридона Михайлова. Очевидцы вызвали специалистов, которые определили, что это косуля. Забежал во двор по Спиридону Михайлова один, а выйти не смог. Двор закрыт воротами. Позвонила в 112, минут через пять приехали светслужбы ловить оленя. Сказали, что это косуля. Вот она в угол забилась, оттуда ее и вынули потом. Я выехал туда, позвонил ветеринарам сразу, когда ехал. И параллельно они тоже приехали туда. Косуля убежала у нас. Потом где-то в подвале его поймали. Я отвез Чебоксарский район туда, в сторону Фергацы. Я там в поле выпустил косулю. По мнению специалистов, вероятнее всего, косуля переплыла Волгу и вышла в город через этнопарк Амазония. Таким выдался понедельник. Увидимся завтра на национальном телевидении Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин